Россия модернизировала шахет. Теперь ударный дрон больше не будет промахиваться, а ведь он получил головку самонаведения и возможность пилотирования оператором. Эту новость, подкрепленную фото, разнесли все российские военкоры. Про попытку приделать электронно-оптическую головку самонаведения к шахету стало известно еще в феврале этого года, когда хакеры взломали иранскую кампанию по производству дронов. Так что данная идея точно не российская. Если мы говорим о головке самонаведения, то данную головку самонаведения показывали и иранские специалисты своему правительству. Поэтому, в принципе, мы говорим о том, что здесь идет четкая координация между двух государств в разработках именно на базе шахета. Но несмотря на тесную связь ВПК Ирана и РФ, за более чем полгода эти дроны так и не появились на поле боя. Данный экземпляр хранят как зеницу ока для того, чтобы показывать на выставках. Это, прежде всего, информационное влияние, показать, что они имеют определенный прогресс. И таким образом воевать больше в информационном пространстве, нежели на поле боя. Во-вторых, сама информация о дроне появилась после визита Путина на питерское предприятие СТЦ, которое хоть и занимается дронами, но отнюдь не шахедами. Поэтому высока вероятность того, что БПЛА с головкой самонаведения в экспозицию включили просто для количества. Шахед, о котором идет речь, якобы с головкой самонаведения, он был просто выставлен там в качестве экспоната в числе других. И, скорее всего, речь идет просто о макете. Если же вникать в технические характеристики, то кроме как с системой наведения, дрон мало чем отличается от обычного Шахед-136. Дальность полета – 2000 километров. Габариты те же. Количество взрывчатки – те же 50 килограмм. Однако МС-236, как он значится в иранских документах, оснащен головкой самонаведения и спутниковой связью, что должно позволить оператору управлять беспилотником на всей дальности полета. Однако для этого подобную связь нужно обеспечить. Наши бойцы уже сбивали шахеды с комплексами «Старлинк» на борту. Но массово получать эти системы связи россияне не могут, а заменить их особо нечем. Теряя ударные дроны десятками, еженочно запуская их по Украине, сейчас российские КБ сосредоточены на трех основных задачах, говорят аналитики. Основной аспект – это на то, чтобы создать стойкое к средствам радиоэлектронной борьбы, незаметных средствам радиолокации и увеличить возможность точных попаданий по цели. Именно последнюю задачу и призвана решить головка самонаведения. Однако это никоим образом не спасает дрон от украинских средств поражения. При этом наши инженеры после каждой подобной попытки модернизации тут же приступают к разработке противодействия, которое зачастую бывает готово раньше, чем российские самоделки. Первый этап – это увеличение спектра возможностей средств радиоэлектронной борьбы. А второй этап – это непосредственно физическое уничтожение за счет, допустим, тех же зенитных дронов, которые сейчас активно практикуются на разведываниях БПЛА. И думаю, что в ближайшее время мы начнем уже получать информацию о первых сбитиях шахедов за счет зенитных дронов. Еще одним ответом на подобные разработки должны стать удары по местам их производства, говорят военные. В частности, поэтому нам и нужны удары западными ракетами по территории РФ.